Иваницкого Александра Владимировича Спасибо большое, это будет не выступление, мы с вами надеемся отдохнем чуть-чуть, потому что 5 минут ваше внимание, и я ухожу с трибуны. Немножечко о себе, потому что не все же меня знают, наверное. Мне 83 года. Вообще-то, исходя из этого возраста, мне было дано бы право первым выступать, но бог с ним. Из них 60 лет отдано спорту, чуть-чуть было отдано блокаде, потом комсомолу, я занимался там кожаным мечом, золотой шайбой и 30 лет проработал на телевидении. Был главным редактором спорта, отвечал за весь спорт, радио и телевизионный, делал Московскую Олимпиаду, был главным человеком, ответственным за производство международной картинки для всего мира. Московская Олимпиада, вообще летняя Олимпиада, это зимняя одна треть, а вот три третьих, это Олимпиада. В 2000 году ушел из телевидения, потому что спор загнали. Ну, чемпионат мира по лёгкой атлетике мы показывали в 2 часа ночи, чемпионат мира по борьбе в 3 часа ночи. Я пришел к нашим руководителям, говорю, что ну надо вернуть спорт на достойное место. Мне сказали, что ну мы будем на достойное место ставить те программы, которые приносят рекламу. На что я сказал, что тогда у публичной библиотеки нет никаких шансов выиграть у публичного дома. Ну, получил волчий библиот на телевидении, а сейчас не появляюсь, только на интервизионных каналах. Последнее, что я успел сделать, это как в качестве самой рекламы, воспринимайте. Через месяц в издательстве Веча выйдет моя книжка «Ломанные уши». В январе этого года наш современник, единственный толстый литературный журнал, который остался у нас на плаву, присудил мне премию за прошлый год по разделу «Прозы». За 200 лет существования этого журнала, который основал Пушкин, я первый спортсмен, который опубликовался на его страницах, и первый, который на сегодня получил литературную премию по разделу «Прозы». Ну, как бы все о себе. Теперь по теме, собственно. Я предлагаю сугубо свою точку зрения. Мне кажется, что Олимпийские игры современности – это тупиковая ветвь развития спорта. Это огромный мыльный пузырь. Я профессионально говорю об этом, потому что я занимался освещением, коммерцией, покупкой права и прочее-прочее. 135 миллиардов денег, которые мы тратим на… ну, получает профессиональный, в том числе, Олимпийский спорт. Если бы эти деньги отдать сообществу научному, то у нас бы не было сейчас коронавируса. От Кубертена ничего не осталось. В этом виноваты американцы, мы, бойкоты, допинг и прочее-прочее. Мы, к сожалению, очень редко говорим, что в современной Олимпийской игре – это своеобразный фартаист, потому что он разделен на очень жесткие перегородки. И, допустим, вот есть все сидящие здесь в зале, у вас есть дети, но ни у кого из них нет шанса стать олимпийским чемпионом по выездке. Потому что этот вид спорта для исключительно богатых людей, так же, как яхты, так же, как и другие виды спорта. Есть спорты для негров, есть спорты для среднего класса, есть спорты для Азии и так далее и тому подобное. Мы не понимаем, в каких перегородках существует на сегодня Олимпийский вид спорта. Естественно, идет поиск альтернативных путей развития. Он разный. Он начался не сегодня. Вспомните спорта-киады. Рабочая Олимпиада 28-го года в Антверпене была. Наши спорта-киады, игры доброй воли, матч гиганта ВСР США и так далее и тому подобное. Но, возможно ли возврат, возможно ли реанимировать Олимпийские игры в современности? Я убежден на 100% что это невозможно. Потому что при существующих экономических отношениях, где человек человеку волк, восстановить нормальный спорт, нормальное олимпийское движение, таким, каким я задумал Кубертену, спортный мир, это невозможно. Я благодарен тем, кто здесь выступал, кто высказывал свое отношение в той или иной форме, такой же, как у меня. И я услышал у ряда выступающих поиск альтернативных путей. Потому что вот эти альтернативные пути физического развития, они же были в Советском Союзе. Вот официоз нас задавил и началось вот такое подспудное движение, независимое от спорткомитета, Олимпийского комитета, Лыжня Манжосова. Прекрасный пример, когда один человек организовал ежегодную гонку, новогодние, и она приобрела в общем-то колоссальные размеры и колоссальные популярности. Вспомните движение туристическое, байдарочников наших, бардов, песенников. Это тоже способ уйти от афиозы, в общем, заниматься спортом, но в другом как бы качестве. Вот на сегодня я думаю, что вы готовите будущее. Потому что альтернативы спорту нет. Если сто лет назад человек проходил 26 километров в течение суток, ну крестьянин, не только проходил, он еще рубил, носил, косил и прочее, прочее. То есть сейчас офисный планктон не занимается ничем или только в фитнес-клубах, как бы имитации спортивного движения. Но это как бы гламурный спорт. Поэтому никакой альтернативы спорта нет. И наша с вами задача сделать так, чтобы найти новые подходы. Свои, оригинальные, характерные только для нашей страны, для нашей культуры. Я не исключаю, что мы можем стать зачинателем этого движения. Спасибо вам за внимание. Спасибо большое. Спасибо.